Всем привет! Сегодня делаем видео, какая прогулка у нас будет. В общем, идем по прямой от Бастилии, через Лувр, через Елисейские поля. Начнем с того, что я вам покажу, как сейчас у нас поднялась сена. Сена поднялась больше, чем на 6 метров. И вот, видите, вот это. Это пляж, это нижняя набережная, скажем так. Так что вот, Париж уходит под воду. Вот так. Приехали мы с вами на станцию Бастилия. Итак, мы с вами вышли из метро, и сейчас я вам покажу Бастилию. Вот она. Нет Бастилии. И теперь на ее месте стоит колонна, которую возвели в честь революции, июльской революции 1830 года. Так что вот крепость под названием Бастилия, которая раньше стояла, и была символом власти монарха, символом авторитаризма. Ее больше нет. Почему? Потому что во Франции что? Республика. По дороге, ну не совсем по дороге, но в общем, по дороге зайдем с вами в книжный магазин, он бы кинестический, называется Буко. Там очень круто покупать книжки, потому что практически новые издания можно взять, ну буквально там за евро, ну там за 3, за 5, в общем, с огромной скидкой. Особенно там круто покупать английские издания, потому что они действительно практически новые. Джон Хамон, Джон Ветчина. Сейчас с вами пройдем еще по одному такому закоулку. Эти камни явно какого-то лохматого века. Музыка. 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 Вот память я вам говорила, что от Бастилии не осталось ничего. В Бастилии остались небольшие совсем кусочки, вот например один из них. Вот мы смотрим на площадь, где стояла Бастилия, вот эта колонна и вот здесь на тротуаре остался след от основания одной из башен Бастилии. Мы с вами вышли на улицу Револи и мы идем просто по прямой. Сейчас мы находимся на части Револи, которая проходит по Маре. Сейчас мы найдем что поесть и пойдем есть вот сюда, в этот двор. Называется Отель де Сюли, это была резиденция аристократа. У-у-у-у, секретные подвалы, как всегда хочется забраться на лестнице, на которой написано «Нельзя». Сейчас я вам покажу небольшой book haul, что я купила в магазине. Во-первых, я нашла за пять евро потерянный символ, так вроде бы называется на русском языке, две книги Роберта Гэлбрэйта или всем известной Джоан Роулинг. А так, обе книжки стоят по три пятьдесят. И так, мы вышли обратно на Револи и идем в сторону Лувра. В Париже осталось очень мало домов, которые датируются средними веками. И вот этот дом был построен в четырнадцатом веке. Сейчас я перейду дорогу, покажу его чуть подальше. Вот он. На Револи также находится один из самых больших и дорогих магазинов. Это BHV Marais. Вот он. Слева от BHV Marais находится Hôtel de Ville, который мы видели с вами в предыдущем влоге. Ссылка будет внизу, если вам интересно посмотреть. Сейчас проходит чемпионат Европы по футболу во Франции, поэтому на главной площади, площади Hôtel de Ville, напротив мэрии, построили какую-то штуку, я хочу посмотреть, что это. Вон, видите, на мэрии написано «Добро пожаловать в Париж! Евро 2016». Знаменитые парижские входы в метро. На улице Револи еще находится магазин, который называется «Самевый Тен», по-моему, как-то так. Вот, и сейчас проходит его реконструкция, вот там вы видите краны, и вместо просто белого страшного строительного забора администрация Парижа решила установить вот такой забор, на котором нарисованы сцены из жизни парижан. чтобы попасть в внутренний двор Лувра, нужно пройти по мосту. В Лувр строили несколько императоров и королей Франции. Нужно посмотреть на символы. Например, вот здесь мы видим букву «Н», значит, что эту часть строил кто? Правильно? Наполеон. И вот мы вышли во двор с пирамидой. Вот она. Как я вам говорила, Лувр строили многие короли-императоры Франции. И вот, в частности, здесь есть табличка, которая говорит о том, что в 1541 году король Франсуа I начал строительство Лувра, а в 1564 году Катерина Медичи начала строительство дворца Тюлери. И вот здесь, где начинается Тюлери-сад, вот здесь раньше стоял дворец Тюлери, но его больше нет. Стеклянная пирамида здесь была не всегда. Построили в 1980-х годах по приказу президента Миттарана. И вот она до сих пор здесь стоит. На Лувре очень много фигур, известных людей того времени. Вот, например, вот это Вольтер. Также здесь есть архитекторы, музыканты, министры. Очень много скульптур по всему периметру Лувра. Сейчас на одной из сторон пирамид есть вот такое вот изображение, которое повторяет, соответственно, часть Лувра, которая находится за пирамидой. Мы видим вот такую вот арку, которая была построена в честь победы французской армии Наполеона при Аустерлице в 1805 году. Ну, в 1805, конечно. Она находится ровно на прямой линии с Триумфальной аркой, которая тоже была заказана Наполеоном. Нам отсюда ее, наверное, будет не видно. Я попробую приблизить, но вот она, вот Триумфальная арка. И на этой же прямой линии расположена арка La Défense, которую построили к 203-й французской революции. Французы очень любят играть в разные смешные странные игры. Вот, например, сейчас они играют в игру, где нужно выбивать вот эти столбики. Итак, мы с вами дошли до парка Тювери, вот Лувр здания. И, наверное, на сегодня на этом все. Иначе этот влог будет просто длиною в жизнь. Поэтому всем спасибо, кто смотрел сегодняшний влог. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно погулять по Париже. Ну, если вы хотите продолжения таких влогов, может быть, у вас есть идеи, куда еще стоит ходить, может быть, вы что-то бы хотели посмотреть. В общем, дайте мне об этом знать внизу в комментариях. И еще раз всем спасибо, и пока-пока! Свои новые... Свои... 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 Свои...